Субтитры делал DimaTorzok 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 Добрый вечер дамы и господа, леди и джентльмены, сегодня в нашей программе мы поговорим с вами о... Хорошо, мы поговорим с вами о Юморине, которая должна была состояться сегодня в городе Одессе, но, к сожалению, она состоялась... Ничего нет, я могу что-то принести, какой-то реквизит, что-то сыграем сейчас... Хорошо, хорошо. Итак, Яна, вы являетесь продюсером, исполнительным продюсером фестиваля Комедиада. Какие планы... Ведущие же говорят, да, они, в первую очередь, какие творческие планы? Творческие планы веселить народ, радовать наших коллег, создавать праздник, что мы, собственно, сегодня в какой-то степени сделали... Еще такой вопрос, вот вы встаете сегодня... Я гитару принесу. Просыпайтесь. Гитару. А, это будем готовы исполнить номер. Давайте... Вы хотите, чтобы я играл на гитаре? Ну да. Мы хотим, чтобы вы играли на гитаре. Да, а мы будем петь. Ну я петь лучше не буду, хорошо, потому что я это делаю отвратительно. Нас просто больше не пригласят. Ну... А петь кто будет? Мы будем петь. Мы будем петь. Давайте лучше я буду петь, вы не будете петь. В смысле, вы играть и петь будете? Вы будете слушать. Ну тогда смейтесь. И глазками смотрите. Хорошо. Вот так. Вот глазками в камеру смотрите, ушками слушайте песню. Я исполню песню моего коллеги, моего друга Бориса Барского, с которым мы уже проработали на профессиональной сцене 36 лет, а по жизни с 78 года мы с ним дружим. И вот Борис Барский мой любимый поэт. Но, к сожалению, я не могу сочинить столь много стихов, но с удовольствием прочту его стихотворение под гитару в стиле блюз. Итак, слушайте. Борис Барский. Борис Барский. Борис Барский. Хирургически вмешалась На глазах я прямо пяну Я страдаю, но молчу На тебя лишь только гляну Тут же сразу и хочу Не дышу, а обогняю Ножки, ушки, ручки, ножки Я глазами разгибаю Твои змейки и застежки Видно мысли ты читаешь То приходишь, то уходишь Разразнишь и исчезаешь Думая, что за нас ходишь Ты мне голову морочишь Погоди, еще шепчу я Когда ты меня захочешь На тебя не заканчу я Будешь трогать ты слезами И страдок ломая носки Раздевать меня глазами И кусать тебя за лодки Ну ведь будешь не зайду я Наслаждайся моим телом Но шепну при поцелуе Дура, а ведь не хотела Дура, а ведь не хотела Продолжим Мы говорили о комедиаде Скажите пожалуйста Вот в этом году объявлена комедиада в стиле Комедиада в эфире Что, какие меры были предприняты для того, чтобы она состоялась в эфире Можно я отвечу на этот вопрос? Ответьте на мой вопрос Изначально было название комедиада в кефире А! Вот Но потом решили сократить Это название не помещалось на афише Одну букву убрали На хэштеги Сейчас уже говорят на хэштеги На хэштеги Хэштеги не помещалось Плохие В этом артист В этом марафоне участвовали такие артисты Как Георгий Делиев Олег Савченко Да ладно Яна Делиева И Рудковская Ксюня И многие-многие другие И многие-многие другие Что еще? Давай ты Ты же заканчивала журналистику Спрашивай Ну да, спрашивай Она не журналистику, она психологию заканчивай Ну спроси как будто бы ты психолог Он у тебя на приеме Ну скажи Это я фон просто Ну вот многие спрашивали сегодня Задавали вопрос Я повторю Потому что И сама так толком не могла ответить Как вот вам удается Быть позитивным таким всегда Быть позитивным и сохранять такое видение мира Очень Такое Радостное Положительное И еще и распространять это добро Вот Вселять в души Каждому Добро надо людям нести Всегда Хотят они того или не хотят Потому что Клоун должен быть добрый Это добряк должен Он как маленький ребенок Клоун Он несет людям счастье Радость Добро Хочет того человека Или не хочет Если там Кто-то там не хочет добро Мы ему это добро Как дадим Вот так вот Потому что Мы добрые клоуны Нормально все Ну тут предельно ясно Все понятно Ну уже да Да Можешь уже отдавать гитару Все нормально Ну теперь вопрос Вопрос ко мне Да Да Олег Я сразу отвечу просто Честно буду задавать себе вопросы Я сразу отвечу Смотрите Дамы и господа Сегодня на самом деле С самого утра до позднего вечера Президент Георгий Ну президент комедиата Имеется ввиду Фестиваль Георгий Дилиев И в нашей компании И много-много других клоунов Мы передвигались по разным каналам Давали множество концертов В прямых эфирах И помимо этого Мы еще выходили на улицы Вы можете зайти на нашу страничку Которая зовется комедиада С хэштегом комедиада И увидите список И план всех наших мероприятий Сегодняшнего дня Заходите Смотрите нас Жмите Куда жать там Колокольчик На колокольчик Понравилось Жмите на колокольчик На колокольчик На колокольчик На колокольчик Помимо этого У нас сегодня запущен флешмоб Который поможет людям Стать максимально позитивными Это флешмоб Называется Минута улыбки Просто улыбайтесь целую минуту Снимайте себя на телефон И присылайте к нам В группу комедиада И лучшую улыбку мы выберем И подарим Какие-нибудь подарки Например Билеты На юбилейную комедиаду Которая состоится Уже скоро Осенью Это был ответ Это был ответ Вопрос какой был А я уже не помню Я не помню Понятно Обычно Ведущие задают вопросы А тот кто отвечает Он даже и не слушает Ему нужно свою информацию Донести Правильно Зачем ему отвечать на вопросы Как ты хороший ответчик Или ведущий Ответчик Ясно Меня как-то спросили Говорят А вот Как Как вообще Вот быть клоуном Легко ли быть клоуном Ну Надо уметь Дурака валять Хорошо Но за это хорошо платят Поэтому Легко или нелегко Все таки Не ответил ты Ну Это так по-дурацки Всегда Давайте лучше песню собирать Давайте лучше песню А кто умеет играть На гитаре Ведущий умеет Ведущий у вас нет А нет Ну так вот Давай Какая-то Какая-то песня Неложная ситуация Конечно Да Приходится сами Ну Такая песня Вообще Раньше мы делали Очень какие-то Неполиткорректные вещи Они легко проходили Никто не задавал вопрос Да нормально это Вот песня Про мужчин и женщин Потому что Сегодня такая тенденция Уже складывается Что Ну Ну Стирается различие между Мужчиной и женщиной Мужчина становится более Женственный Женщина становится более Мужской Вот Но Тем не менее Разница огромная Между мужчиной и женщиной Я видел в натуральной величине В обнаженном виде И мужчин и женщин Я ни разу Да Ни разу не видел Они даже вот Ну внешне отличаются Вот физически А в душе Тем более Профиль Профиль особенно Надо будет как-то глянуть Да И вот наверное Песня такая Чтоб немножко Люди вспомнили Чем мужчина отличается от женщин От женщин от мужчин Женщина В отличие от мужчины Женственным А в локом Мужчина в отличие от женщины Мужественным Мужчина в отличие от женщины Имеет вы пуклость Женщина в отличие от мужчины Имеет пуклость Гражданочка Да Да Мадам Уи-уи Сеньора Сенья 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 Не надо гитару Не надо Не нужно ещё Одна песня Это же ваша Она же гитара Фигуру и на женщину похожа Это чем ты её Это же ваша Балалайка Это гитара Продолжим Продолжим как-то выкручиваться звонок в студию звонок в студию да кстати возможно кто-то хочет нам позвонить на телефон 737 7310 то есть 7310 или так лучше смотрите давайте все вместе повторим 737 7310 737 7310 и там еще когда 737 есть черточка потом 73 черточка 10 и звоните по этому телефону мы с удовольствием ответим на ваши вопросы с удовольствием прокомментируем все что происходит здесь если смотрим конечно да так это звонок такой на телефон алё алё любимая привет зайка ты самая прекрасная ты самая любимая да да спасибо кто это когда когда мужчина что-то перепутал что-то кому-то что-то не то принес мужчина перепутал и принес любовницы цветы а жене а жене никто не звонит 78 737 7310 звоните нам в эфир и мы расскажем сегодня что кто нас избил на приморском бульваре если вам конец не избивали не разбивали это другое было это выходит выходит парень идет по городу и побитый весь такой себе не покажет побитый а его встреча товарищ говорит у виталик привет а что такое чудо такой победы ты понимаешь я пошел на новый рынок базар хотел сделать прохожу мимо цирка ну там же цирк со служебного входа выбегают клоуны вот с такими носами вот такими ботинки большие такие красные рубашка красный таких клетчатых пиджака штанах налетели на меня повалили на пол и побили меня только что просто так и побили мне не просто так с репризами шутками с прибалутками район опасный там с одной стороны цирк с другой стороны дом клоун добрые мы добрые клоуны добро не на получи добрые клоуны и добро на сердце вот так все тихо 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 гитару не тихо 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 но вот мы правда сегодня прошлись так по городу и по-настоящему добро так несли и все удивлялись удивлялись принимали и отдавали нам да здравствуйте в караганде караганде да каждый день продолжается смех а вы что не смеетесь каждый день даже сейчас смеетесь мы приносим людям и смех и радость тоже приносим до 2 апреля не дождался еще раз ответим на тут как будто ты черт что будет 2 апреля будет ли снег дать мышь не сына вдруг устрал снег слышим снег и радость мы приносим людям также потому что если завтра пойдет снег кто будет в этом это обвинять тебя а я туда лучше давайте не будем говорить о снег лучше распойдется когда мы ни при чем что кто его разбрасывался не звонят 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 тихо можно можно говорить можно а скажите пожалуйста сегодня вы разыграли или кто-то вас разыграл там эхо такое плохо слышно а может эхо убрать вы разыграли кого-то или кто-то вас сегодня разыграл нас разыграли по моему сейчас нас разыгрывает мы в эфире и вовсе нет и нет как-то там и в онлайн выйти и людям передать привет он бы тоже мог бы там как-то дистанционно если не может человек я сегодня ехал на один эфир и там дорогу перекрыли потому что перекрыли они делали ремонт этой дороги асфальтом укладывали и мне звонят и говорят а вы как мы уже вас ждем я говорю ну я вот стою этот опаздываю они готовы разыгрывать янка мне сегодня утром разыграла на 5 утра мне позвонила почему-то хотя должно было в 10 я проснулся все бессонница во сне так может звонить вот здесь в детстве это было такое но вот олег меня тоже утром разыграл уже потом я его в 5 утра разыграл он меня чуть позже там 6 вот и звонит говорит таким тревожным у нас так эфира расписаны но мы там рассказывали об этом уже вот на нашей страничке то можно все посмотреть уже в репите прямые эфиры прям целый день вот и едем мы на прямой эфир с коллегами олег должен был с коллегами на другой машине подъехать уже с другой стороны и звоните говорит я на доброе утро с праздником и такой голос тревожный такой и нос погну такой тренок безысходный такой был ну я-то догадалась но сделала подыграла ему чтобы не расстраивать но не получится мне сегодня поездить по эфирам а на олега большая надежда была такой яркий творческий с чувством юмора но настоящий и что я а я знаю что ответила ты меня опередил я вот взяла телефон тебя набирать сама я вот сама тоже сегодня я так изменял обезьянки я испугался тарасин я вам расскажу другую историю как-то 1 апреля дима шпинарёв был главным режиссером юмарины я находился в этот момент в киеве и в смысле я накануне находился они записали мое интервью и вы выдали так как как прямой эфир и мне димка звонит уже там часов в 12 дня и говорит жорик ты где ты же прямом эфире как ты можешь договариваться должен возглавить колону и года я прилечу на самолете прилетел с хорошим может мы еще сыграем что-то какой-то песню я ведущий а вы сколько вообще эфир игорь николаевич а вы сколько мне сказали пол седьмого эфир ой пол шестого смысле давайте два карасов 1710 что они без меня да ну все давайте мы вас представим хорошо как представьте меня вот так подробно так мы вас представляем как такой красивый усатый мне лучше себя это все регалии титулы вот например так член союза журналистов так член союза театральных член ассоциации морских журналистов из член ассоциации деятелей эстрадного искусства так и как как вас зовут александр федоренко многочлен александр федоренко 4 минута оказывается до окончания эфира я опоздал но я думаю что вы без меня справились нормально 4 минут есть можете саша как там в караганде караганде хорошо причем тут караганда нам сказали по телефону тут кто-то звонил и а где где да ладно так что может последние три минуты давайте давай задерживаюсь песню такую чтобы смешно можете лирическую какую-то вот песня такая философская жизни ну и она ироничная как мы идем по знакомому городу но этот город фантом в наших сумках лежат послание мы несем информацию выполняем свое задание мы точки пунктуации а ну и венчание тесто жениха и невесты тишины так молчание Мы в пространстве находим каждый дом Мы письмо адресату вручаем Мы сюда, возможно, еще раз придем Мы на карте дома отвечаем Но мы никогда не сможем вернуться в наш собственный дом Всего лишь однажды его покинуем Мы его никогда не найдем Дочка является знаком места Венок — это знак венчания Деста — знак жениха и невесты Вишенный знак — молчание Мы были почтальонами с молоду Мы знаем каждый дом Мы идем по знакомому городу Но этот город потом Возможно, кто-то из нас вернется в наш собственный дом Надежда всегда остается Мы его когда-то найдем Дочка является знаком места Венок — это знак венчания Деста — знак жениха и невесты Тишины — знак молчания Тишины — знак жениха и невесты Тишины — знак жениха и невесты Конечно же, это был розыгрыш Конечно же, я сидел там за кулисами Все смотрел Слушал Серьез? Было очень смешно и здорово Я понимаю, что в принципе Можно мне иногда на эфир и не приходить Я беги, я этим не испортю Давайте не испорчу Давайте поблимем ребят за то, что комедиада все-таки в Одессе стоялась Несмотря ни на какие карантин они состоялась Она состоялась у нас в эфире, в студии Спасибо вам огромное Это была абсолютная импровизация Полная, полная Даже ни капли За минуту до начала эфира Вот это вот придумали И вот оно получилось Мы любим похулиганить иногда Спасибо вам огромное Будьте счастливы, дорогие друзья Субтитры сделал DimaTorzok